Здравствуйте, дорогие наши друзья, гости, подписчики нашего канала. Мы всем рады и рады приветствовать вас. И сегодня я готовлю мою ужин с жареной селедкой с овощами. Я не стала вас утомлять, резать лук, тереть морковь. В общем, я взяла две небольшие луковки, вот они у меня уже порезаны. Одну морковь взяла и здесь у меня было 4 селедки, такие они очень не очень большие. Взяла вот сюда насыпала 3 ложки муки, я буду обжаривать. Это у меня яйцо, я его взбила, размешала. Также мне нужно будет масло подсолнечное и сметана, перец, соль по вкусу, потому как я больше ничего так сильно использую. Сейчас я ее почистила, сельдь порезала, как хотите можете резать. Вообще экспериментируйте, как вам нравится, так и режьте. Значит и посолила, теперь я ее пойду жарить на подсолнечном масле. И соответственно я же люблю все побыстрее готовить, поэтому я сразу же буду обжаривать лук и морковь на другой сковороде. Поставила я две сковороды, в этой вот сковороде я буду обжаривать сельдь, а в этой сковороде я буду обжаривать лук и морковь. Налила туда масло, ну так ложки по три наверно налила больших, сейчас они уже нагреются и приступим к обжарке. Высыпаю в сковороду морковь, лук, даже отдельно не буду обжаривать, это все можно вместе, тем более это у меня очень быстрое блюдо, это эту селедку такую жареную, очень-очень-очень, даже как сюда приехали, так я начала жарить вот эту селедку именно на Алтай. Там конечно в Казахстане я такое блюдо не готовила, так как сейчас такое время, безденежье наступило, то мы соответственно и готовим, стараемся приготовить что побюджетней. Ну и чтобы нам нравилось, повкуснее, конечно. Естественно, я хочу сказать, когда жаришь селедку, запашок, надо сказать, тут, отвратный, да, я терпеть не могу. Еще когда камбалу жаришь, тоже мне так не нравится. Еще когда вытяжка-то была на кухне, так вообще прелесть хоть была, а сейчас-то не установлена так. Так, сейчас кладу по максимуму, я как всегда в спешке. И жарю. Еще не переворачиваю, говорится. Ага, я тут уже, ну, уже помещаю. Начала жариться рыба, только у меня запах. Нормальный запах, чуть-чуть я пугаючика. Может, это я так к нему отношусь, отвратно. Я, конечно, продолжаю помешивать, чтобы тут ничего не сгорело. Рубку я переворачиваю белочками, аккуратненько. И мне так удобно. Я косточки, кстати, не убирала. Не захотелось в этот раз. Сковородку я помыла. Сейчас опять вот сюда, где ложечки масла налила. Поставила опять разогреваться ее. Почему я ее помыла, я не хочу, чтобы там с муки были остатки, поэтому я ее мою, чтобы чистое было. Благо у нас собачка есть, ей все выбрасываем. Так, сейчас я буду. Масло немножечко прогреется, вот прям совсем, совсем-совсем. Все, я ее уже обжарила, уже. Все, кладу назад. И для чего? Ну, я ее немножко потушу, как бы. Как бы совсем-то и не жареная получается. Просто еще будет сметанки она. Ой, горячая, пригорячая. Вот так все ее немножко. Укладываю. По сковороде, короче, распределяю. Потому как я сверху... Равномерно тут кладу. Да. Я тут и молоки обжарила, и икру обжарила. Теперь, значит... Значит... Я вот эту вот морковь... И лук обжаренный. Выкладываю сверху. И на сельевку. Вот этот запах мне больше нравится. Это приятный уже. Да, это нормально, так. Так. Чуть-чуть не помалов. Конструкцию я говорю, я регулирую. Да. Теперь, что у меня тут есть? А у меня тут есть сметанка. Три лук обжарила. Три лук обжарила. Три лук обжарила. Не остается, почему-то сюда дамы. Все будет. И буквально... Ну так, ложки-три водички, наверное. Три. Три. Сейчас я это все сюда наливаю сверху. Вот так. Убавляю огонь. Огоньок. Ну, пипу убавляю. Теперь немножечко присаливаю. По вкусу. Как всегда. Длину, вот так присалила. Сверху я посыпаю перчиком черным. У меня уже клинки текут. Так. И еще я люблю лаврушку. Для запаха, по вкусу. По вкусу. Два листа хватит, да, для запаха? Да. Теперь я это все закрываю крышечкой. И у меня буквально так вот, ну, минуток пять это стоит. Все. Готовится. В общем, все, что осталось в контейнере, я решила туда же отправить. Ну, что у меня это? Ложка будет болтаться. Короче, еще одну ложку добавила. Вкусно будет. Прошло у меня пять минут. Вот, не поверите, никогда не готовила селедку вот в таком количестве. Всегда полную сковороду. А тут, наверное, после таких комментариев. Ну, и нас, правда, двое. После таких комментариев про наши порции. Мать, давай, рассказывай, чем степишь. Уменьшать. А, укроп достала. Ну, я думала, стыни, стыни, стыкаль. Ну, вот, теперь им присыплю, этим укропом. Так, сейчас, 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 сейчас. А сверху я вам уже показывала же, что я вот яйцо взбалтывала. Я заливаю яйцом. Ну, я всегда по два, по три брала. Чего, почему я сегодня одно, не знаю, думала, мало будет. Ну. И для чего я это делаю, я тоже вам не скажу. Вот как я готовила много лет назад. Так вот все сейчас вам и показала. Ну, то есть, для чего готовишь? Для чего я яйцом заливала. Что бы повкуснее, я думала, было, казалось. Ну, вот сейчас еще минуты две-три. А я тут вот поставила варить картошечку. Это у нас будет как гарнир. И вот такой будет у нас очень-очень вкусный ужин. Сельдь тушеная в сметане готова. И сейчас картошечка готова. И сейчас мы будем ужинать. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее. Давайте жить дружно. Да, да, да. Вот если вам понравилось очень, то не забывайте ставить мне лайки. Вам уже не трудно, а мне приятно. И писать комментарии. Вот это вот, как я ее готовила раньше, так вот я сегодня и приготовила. Только единственное, что я яиц мало положила. Я вас уверяю, на вкус она очень вкусная. Так вот, положили. Что будем пробовать на видео? Да, это меня, да, опять меня. Да. Очень вкусно. Рекомендую вам приготовить, попробовать. Если вы этого не готовили. Ну, если нравится, конечно. Ну, и не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Ну, и всего вам хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok